А можно записку прочитать? Да Нет, записки, когда пишут Сыграйте, пожалуйста Вот это сыграйте Вот это я тоже очень люблю Который занимается Теперь его словно Это здорово вообще Вот так вот приходишь Маша Кудрявцева Кстати, это совпадение Это замечательно, кстати, исполнитель Очень хороший перевидся в этом джазовом стиле Однофамильцы, мы с ним дружим по интернету Алексей, добрый вечер Не смотрите, что нас мало Мы все вас очень любим Спойте нам, как будто вы на старой московской кухне В связи старых и закадычных друзей Нетерпением ждем ваших старых и новых песней Спасибо Ну тут такая штука У меня были гастроли Такой тур По Прибалтике И Этот тур заканчивается в Москве Причем у меня был концерт 13-го В Санкт-Петербурге И петербуржцы обиделись, говорят Мы не Прибалтика Сначала я приедал в Прибалтику Уступал на фестиваль в Тарту Потом был концерт в Таллине Потом концерт в Тарту Потом концерт в Риге В Питере Дима Вешник участвовал в этих концертах Достаточно успешно В Москве заканчивается тур И я вам покажу программу Которая вот Там работал А вот Это в первом отделении Во втором отделении Тогда что-нибудь придумают Да? Ладно? Все Он природой ладно скроен Мы родителям настроен Папа с мамой постарались Будь здоров И излучает камну света И блестят его штифлеты Загоняя супертачку вглубь дворов А колбаса как два цветочка Доведут тебя до точки И не требуют изысканных манер Он сидит не горбя спину Ногу на ногу закинув Отштампованный стандартный кавалер Она накрасит губы Неестественно и грубо Вымав голову в духах Приносит чай Роль проста Казаться нежной Но трепещет под одеждой Площ шпионка Призывая не кричать Он уверен Все не нового И ни капли не взволнован Да что ему Стальные нервы Крепкий лох Она дрожит от счастья То красиво, что блестяще Он похож на принца Дальше хоть потом Вывчая обнимает Свет тихонько выключает А на улице в салатаном пальто Под окном стоял и плакал Серано-то беджер-рака Про-про-правных Про племянник Или вовсе Про никто Он в рот Ей не пара Он расстроенной гитарой Бил по нервам Драным кошкам И разбратницей Луне А душа его просила И стонала И любила Чтобы делать век жестокий Уши нынче не в цене 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 Я знаю, ты рядом, ты встретишься мне В чужом переулке, в толпе незнакомой бревону гад Но судьбой увлекомой я знаю, ты встретишься мне Я верю, ты рядом, ты любишь меня Бегу за тобой в никуда целый день Я пытаюсь увидеть свой сон провиденье Я верю, ты любишь меня Бессонных ночей хоровод ошалелый Овеял туманом, родную обитель молюсь на тебя Милый ангел-хранитель, дай Бог Чтобы ты уцелела, уцелела, уцелела Я верю в тебя, и надежда жива Что в мире есть женщина, хрупкая тайна Живет для тебя одного, не случайно Покуда надежда жива Покуда надежда жива АПЛОДИСМЕНТЫ Следующая песня называется «Контрактник» И он споет три песни на военную тему Первый «Контрактник» Лидер всех сборников военных песен Совершенно жуткими названиями «За нас, за спецназ, дебеля, братишка и в пазу» Всем моим друзьям вы в ваших горячих точках посвящается Говорили, мол, пожил, не дожил Говорили, невесучий к тому же Говорили, что нормальный мужик Говорили, без пяти минут муж Говорили, что нормальный мужик Говорили, без пяти минут муж Говорили, что умом и схудал И судачили о крупных долгах От кого бежал, зачем и куда Не узнают ни Иисус, ни Аллах От кого бежал, зачем и куда Не узнают ни Иисус, ни Аллах Говорили, что продался, не верь Раз деньгами не богат, значит, гад А он в атак ушел, как раненый зверь А это значит, без оглядки назад Он в атак ушел, как раненый зверь А это значит, без оглядки назад Двухметровый городской Аполлон Со свинцовую печатью в челе Он отвесил свой прощальный поклон Незнакомый чужеродной земле Он отвесил свой последний поклон Незнакомый чужеродной земле И тебе судить его, и не мне Ни с ковшого домашний уют Он пропал в забытой богом войне О которой здесь уже не поют Он пропал в забытой богом войне Про которую уже не поют Говорили, мол, пожил, не дожил Говорили, не везучий к тому же Говорили, что нормальный мужик Говорили, без пяти минут муж Говорили, что нормальный мужик И к тому же без пяти минут муж Следующая песня называется Парад Победы Это песня о том, как Москва празднула День Победы в 2005 году День 60-летия Великой Победы Это о марше ветеранов, который состоялся Сразу после Парада Победы Их провезли от Белорусского вокзала до Красной площади По Тверской улице Я там был И как, значит, как этот азиатский аквин Взял, посмотрел, написал Несудный ли день был для наших страстей Страстей, что уже не имели цены Я видел глаза настоящих людей Людей из другой настоящей страны Прошедших по краю, шагнувших за край Не скинувших пропасти, братских могил И вез их степенно сквозь утренний рай В полуторгу загримерованный силу Закрыв глаза, он будет там Снова за рекой, где полегла рота Эй, сосед, ну ты скажи хоть слово Может, знаешь, может, жив кто-то Москва принимала прощальный парад Не слыша, как рвется на клочья душа А с неба глядел неизвестный солдат Сжимая ненужный теперь ППШ На вечное, что не стреляло в печах На память живущих На этот покой-то на правнука Что на отцовых плечах Впослед и махал неогревшие рукой Закрыв глаза, он будет там Снова за рекой, где полегла рота Эх, старик, но ты скажи хоть слово Может, знаешь, может, жив кто-то А мы вместе с ними могли в этот день Забыв о них сводок и бедах иных Вокруг оглянувшись Увидеть людей Людей из другой настоящей страны Вокруг оглянувшись Увидеть людей до всех нас Из другой настоящей страны Закрыв глаза, он будет там Снова за рекой, где полегла рота Эх, старик, но ты скажи хоть слово Может, знаешь, может, жив кто-то День победы, как он был от нас далек А вот, писав следующую песню, которую он сейчас поет Я понял, что, наверное, о войне Больше писать нечем Не буду ничего писать Вот, может, проверим Пошел камень только Все Помените солдаты называется Я погиб очень быстро В своей первой атаке Самым первым разрывом Был он нелепо убит И взровняли с болотом Железные драки А подковы копыт Батальоны и роты Сражались жестоко Боевые награды Им вручал командир А моя медаль, Тина Да жметки осоки У меня на груди А моя медаль, Тина У меня на груди Через год или век Временной круговерти Если правда, что здесь Позабытого нет Помените солдата Не принесшего смерти На заклане войне Вряд ли вспомнят солдата На великой войне Я погиб не героем И лишь в том виноватым Что заклятых врагов Не испачкал в крови Не во имя победы Помените солдата Так во имя любви Не во имя победы Помените солдата Так во имя любви Не во имя победы Во имя любви Субтитры предоставлены Субтитры предоставлены Субтитры предоставлены Субтитры предоставлены Но живая песня Субтитры предоставлены 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 В дно Отцу сегодня Далеко за тридцать Дочка в неудачах Папку не винит Ходит на концерты Ходит и гордится Думает, что папка Очень знаменит А дочке папа профи Популярный малый В зале три коллеги Не про вас Дорогат уснуть А девчонке пофиг, много или мало Ведь на сцене папа, а не кто-нибудь Чудный мой поклонник, ты на этом свете Преданнейший зритель, искренен и смел Ты прости, ребенок, что за гудеть Так и не собрался, а тебе не спел Ты прости, малыш мой, что за годы эти Милый мой ребенок, а тебе не спел Пусть на сердце зябко и в душе занозы Никому об этом я не расскажу Пусть и не волшебник стану Дед Морозом И тебе под елку песню положу Пусть и не волшебник стану Дед Морозом И тебе под елку эту песню положу Голова пустая, не до песен вовсе Дочка подрастает Друзья после этой песни говорили Вот вам бардом легко Песню написал и все расходы на Новый год Если бы, если бы, если бы Дед Мороз еще спонсировал Светил хотя бы процентов на 20 Да нет, здорово, потому что ребенок, все очень хорошо Вы знаете, да, сейчас я хотел чуть-чуть передохнуть Я вам историю, историю хотел рассказать Которую я тут почему-то вспомнил в Прибалтике Я, по-моему, в Москве ее не рассказывал Вот как раз про парад побед Когда вот услышали коммунисты Эти вот слова людей из другой настоящей страны Они меня очень полюбили так Полюбили коммунисты Реально приходили приглашения из КПРФ Выступить там на митинги За хорошие деньги Но, во-первых, я на митингах не пою, что это на митингах На митинге нужно просто ходить и высказать свое мнение, а не петь Это как к хоккеистам сыграть в матче какого-то кандидата Зачем это? Ну, я разговаривал по телефону и говорю Это не про Советский Союз К Советскому Союзу у меня особых симпатий-то, собственно, не осталось И вот по какой причине Меня, например, один раз выгнали из комсомола Это была замечательная история Меня в комсомол приняли в порядке исключения в 13 лет Я был таким ярым активистом, пионером Вот что у меня в 13 лет, поустал уже с 14 лет А меня приняли, ну почти в 14, так скажем Меня вот приняли в ноябре День рождения в марте Меня приняли в комсомол в 85-м году Но меня исключили из комсомола, когда мне опять же не исполнилось в 14 лет Дело было такое Новогодний огонек, декабрь 85-го года Это где-то вот уже числа 29 декабря 85-го года Представьте, что такое декабрь 85-го года Только-только перестройка началась Вот три дедушки, значит, скончались один за другим Брежнев, Андропов и Черненко И было весьма так, ну, как бы Все себя чувствовали уютно, а с другой стороны не очень уютно Вот И меня, молодого комсомольца Более старший комсомольца Я учил в 7-м классе, а не в 10-м Два таких, Миша у нас были Очень хорошие музыканты Пригласили сыграть, потому что знают, что я гитару владею, пою Пригласили сыграть с ними, с их группой Которые из трех школ собрали музыкантов На новогоднем нашем огоньке, в нашей 702-й школе И мы сыграли, конечно, одна песня Мы сыграли «Машину времени», еще чего-то «Лазы» группы «Примус» тогда Это еще было какие-то, ну, более-менее нейтральные Ну, веселые песни, там все танцевали Вот И сыграли песню из репертуара Тогда еще уфимской группы «ДДТ» Значит, ну Конечно, это не была песня, я получил эту роль Не периферию, мы выбрали самый нейтральный Мы сыграли Значит, они пели, я тоже подпевал, играл с барабанами Там первый опыт, очень волновался Мы сыграли песню «Наполнив небо добротой» Это очень добрая песня Представьте, значит, актовый зал Учителя, все директоры школы И на словах «Вперед, Христос!» Мы за тобой наполнив небо добротой Значит, у директора с заочием челюсти упали на пол Они настолько растерялись А там еще было два куплета Мы доиграли эту песню Нам звук вырубили только на следующем Какая-то там была, там, что-то не старый клен И так далее Мы вырубили звук, все И нас, короче, когда мы пришли в школу В основогодний качек Мы уже поняли, что мы же не комсомольцы Комсомольцы и добрые гольцы Трагик Один за... Но главное, меня-то пожалели потом Меня-то пожалели, сказали, но маленький еще ничего не соображает Вот эти мишки, они благородно поступили Вот они сказали, да мы его сами затащили Текст дали разучить Они как старшие товарищи меня прикрыли Их не приняли обратно Вот, а меня приняли Но я-то, получается, являюсь самым молодым советским человеком Пострадавшим за богатое христианство Я думаю, наша русская православная церковь Она мне немного так должна Там все грехи хотя бы отпустить до конца жизни А то кому она отпускает? Бандитам, которые церковь строят? А я вот пострадал У меня есть комсомолы Ну, такая-то веселая история была Про любовь к Советскому Союзу Но было-то это часто мне что рассказать А тогда я помню, как мама плакала Было действительно страшно, какие санкции последуют Потому что отец коммунист Инженер клубного предприятия и так далее Там про Христа спеть Новогодние вечеринки Половину учителей коммунистов Там у них хуже в трубке Я себя такого революционера строю Нет, это было глупо Я просто не знал Я не видел, что творил А сейчас так гордо рассказывают Что РПЦ еще вообще Я был самым молодым пропагандистом Христианство на советской пути Следующая песня Она тоже про любовь Про любовь к одной девчонке Вообще про любовь к легко ранимой мужской душе Песня посвящается реальному персонажу Кому не буду говорить Называется «Каратистка» Сейчас я возьму вот эту штабу Я тут наконец-то Барт узнал, что такой капотастер Никогда не пользовался этой Оказалось, такие удобные Что вы знаете, на фестивале в Тарту Очень интересно У меня вообще был другой капотастер Гитара, закрытый чехол В нем лежит капотастер У меня был другой такой полукрупный Открываю после этого в Риге чехол Смотрю Капотастер гораздо лучше, чем у меня Но не мой, кто поменял А мы его нет Гаратистка Я шел под вечер И увидел ножки Я развернулся и рванул назад Догнал тебя с праорством хитрой кошки И по привычке ухватил за... За руку В ответ раздалась дикая кия И зубки раскатились по дороге Но понял я тогда, что ты моя Навек моя И понял я тогда, вот это ноги Ты прекрасна, как тигр, но близко Не подпустишь мужчин дураков Террористка моя, каратистка Роковая, слепая любовь Эх, террористка моя, каратистка Роковая, слепая любовь На костылях придя в спортивный зал Где ты с лихвой ломал кирпичи Я пред тобою на колени встал Ты даже не моргнула, хоть кричи И собирая стекла от очков И поправляя выбитую челюсть Тебе сказал я, вытирая кровь Любовь моя, пока дышу Надеюсь, на прочь порваны Ага, оба мениска Некрасив я, горбат ли в губок Эх, террористка моя, каратистка Роковая, слепая любовь Террористка моя, каратистка Роковая, слепая любовь Я брошу пить, ага, да Я сделаю смелее Сюда и не сам и завтра же займусь Что сейчас модно, кстати, да? Ты станешь мне учителем-сэнсэем Потом, когда я на тебе женюсь Да я знаю, знаю, что пока тебе не пара Но когда буду год пройдет И я, блокируя свирепые удары Услышу твое нежное И я! Песня была написана Эта песня была написана В период, когда у нас в стране В моде был теннис, а не дзюдо Но актуальной стала сейчас Когда в моде дзюдо Вот Но теперь песня, в которой Упоминается главный дзюдоист нашей страны Песня не о нем Песня называется Про политику и женщину Или про политику и женщину Это совершенно новая песня Вот Я ее посвятил одному другу Однокласснику Не буду называть кому Но действительно У меня есть друг Сашкова Мы с ним Периодически Ну, встречались Выпивали И все время Каму выпивали Начинались разговоры о женщинах Конечно Вот А потом он Вдруг ушел в оппозицию Стал ходить на эти дебильные митинги Значит И рубиться С бедными несчастными милиционерами Вот И Как мы только собираемся Происходит страшное Через две рюмки Начинается прогон О политике Вот такой Который до утра А я сижу и молчу Не говорить Я как-то аполитично Говорить не еще Вот я посвятил ему Такую песню У друга И не докопаться И не докопаться И не докопаться на сути нам 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 Приятелем Приятель был тоже Вова Ну и в тему песни Опять же про отношения Друг друг другу А не про политику Называется Палач Он берет автомат Он выводит меня во двор И мы знаем Что это В жизни мы оба молчим Мы отнюсь не враги Но к чему нам Пустой разговор Не стремился я в жертвы А он в мои палачи Мы знакомы с ним с детства И каждый много успел Но швырнула, размазала По сторонам баррикад Мы сошлись и предельные черты И этот расстрел Для него лишь работа Печальный проверенный факт Веселее пляши, мой палач Но в моей магии войне плачь Ой, да не плачь А я его не сужу У него дом, карьера, семья И вроде все, как все И вроде все, как у всех А что стал палачом, разве грех? Мы спасаем комфорт Убивая в себе свое я Получая в награду Без зубы, без лиги и успех А если честно, приятель Ублюдков таких поискать Ты как браку давно Хлечишь кровь, да не видишь краев Завтра ты не моргнув Расстреляешь и брата и мать Умывай свои руки А я помолюсь за нее Пусть мужчиной крепить мой палач На своей судьбе Пою не плачь Ой, да не плачь Когда тошно и гадко Но либо пить, либо петь Ну а дальше, как бог порешит Либо пал, либо пан Я с усмешкой в глаза Палачу продолжаю смотреть Как гранату рвану Из-за пасухи полный стакан Да я себя подорвал Уничтожив порог болевой Но растяжками песни Оставил повсюду, везде Я открыл третий фронт Навсегда я ушел в этот бой Только брошенный сука И гитара скулит на гвозде Убивайся, завидуй, палач Над моей свободой поплачь Ой, да поплачь Убивайся, завидуй, палач Над своим одиночеством Уничтожи с ау 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 И давайте на Абелли А Ох, как я хорошо загнал-то Поем дальше Вы еще не устали Я знаю Уничтожи с ау Как-то это Сорок пять минут за тридцать Выкнул По-стахановски А вы знаете Я один раз мулю запустил Про стахановцев Ну, как в свое время Курехин прогнал по телевидению про то, что Ленин был грибом, помните эту историю? Когда все появились и статьи на обычной истории выходили. Я прогнал другое. Я прогнал там в одной компании, сидели, я говорю, а вы знаете, что на самом деле фамилия Стаханова была Стаканов? Реально, вот Стаканов, и он дал стране угля так нормально, но вот, представляете, герой-стакановец. Стакановское движение. Разумеется, это было неправильно, и политик партии, ему букву К на Х поменяли, и Стаханов получилось. Я это прогнал, конечно, не так, это просто бред силой кобыл. Мне потом через год рассказывать начали вот эту историю, потому что Стаханов, на самом деле, мне так приятно. Давайте я свою песню, которая мне такая смешная история. Как-то режиссер Игорь Радовский, у которого мы с проекта МОКА писали новый альбом, подошел ко мне и говорит, можешь песню для фильма написать? Я говорю, да легко. Я говорю, давай сценарий. Он говорит, да сценарий еще как-то кого нет, это вот типа будет аналог русской Никиты. Никиту смотрел, смотрел, вот напиши, написал. Он отнес это продюсеру, режиссеру. Они гневно его выгнали оттуда и сказали, что, значит, в одном куплете, там в каждом куплете кровища в два раза больше, чем во всем фильме. Я говорю, ну про Никита тоже писал еще, ебанец это. Оказалось, я понял, что это потом, это был фильм Кота Апокалипсиса, значит, Заворотнюк, вот этот боевичок. И в момент, где она вспоминает погибшего героя Алексея Серебрякова, там звучит какая-то попсовый нудятина. Но эта песня туда легла в идеале, я бы смотрел, блин, чем нельзя это так хорошо. Вот, называется Дыши. Последний наш год уходил из-под ног, шапнувшимся полом болотной трясиной. Но это неправда, ведь все это было давно. Немыслимый ход ускользающих ног пространство заполнил чарующим гимном, И ветер капризный из мольбета сорвал полотно. Прости, что живой, что остался порочен, как свет на живой на руке. Ты только дыши, родная, дыши. Плюется слюною сожженной осенью, останься со мною, любимой мой, брось ты. Нам некуда больше спешить, родная, дыши. О-о-о, дешевая правда о попранном мире навязла в зубах придорожную пылью, И встать во весь рост на границе беды и огня. Ничто не мешает или там нас померят, На наших горбах распускаются крылья, Что вынесут прочь и тебя, и меня. С тобой сквозь потемки бегу без оглядки, На крик нерожденных детей. Ты только дыши, родная, дыши. Сияет палата холодной ареной, И скорая ада вызывает сиреной Столичная промозглая глуши, Родная дышит. О-о-о-о-о-о. Тю-тю-тю-тю Лететь и не думать, не чувствовать телом Все пули, которые у нас Ты только дыши, родная, дыши Не забудь мое имя, не плачь, успокойся Мы будем живыми, прорвемся, не бойся Не бойся, без смерти от души Родная, дыши Родная, дыши Потому что поехать в Прибалтику и не простудиться Это нонсенс Какое счастье знать, что где-то там На самом, может, на краю земли Протягивая руки к облакам Ты думаешь, что это корабли Которые приплыли за тобой Чтобы на миг, на самый краткий миг Подняв, перенести тебя домой Где я от одиночества погиб Дай, дай, дай Дай, 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 дай Субтитры подогнал «Симон» Где стены, пол и потолок тюрьма, Где я шепчу «Спаси и сохрани» У меня от недоверия и лжи. Не обломи перо всей строки, Ведь я пока дышу, а значит живи, Как свет твоей божественной руки. Как свет твоей божественной руки. — М-м-м-м. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ